Более 15 национальных сборных, которые уже успели завоевать путевки на чемпионат мира в Россию, определились со своими базами во время мундиаля. Возможно, кто-то заглянет сюда, в Таганрог. Всем привет, уважаемые друзья. Здесь без каски находиться нельзя. В эфире программа Дэш Мундиаль 2018. И мы начинаем. К настоящему моменту известны 23 из 32 команд, которые летом выступят на мировом первенстве. Со своими базами участники чемпионата мира должны будут определиться до конца января. Так что не позднее этого времени мы узнаем, кто будет обитать в Ростовской области ближайшим летом. Всего для команд-участниц подготовят 64 тренировочные площадки. Сейчас идет интенсивная работа, визиты команд происходят довольно часто. Я не могу называть команды, это конфиденциальная информация, но около 70% уже определилась с базами, которыми они хотели бы воспользоваться. Популярностью пользуются южные регионы Московская и Калининградская области. Есть еще несколько баз южнее Москвы, в Калужской области. То есть география достаточно широкая. Первый покос травы на стадионе «Торпеда Таганрог», уважаемые друзья. Мы с вами являемся свидетелями исторического события. Реконструкция Таганрогского стадиона «Торпеда» идет таким полным ходом, что обгоняет график. Объект планируют сдать еще до конца этого года. Полностью завершены работы по устройству футбольного поля, подпорных стен, шумозащитного экрана, смонтированы мачты осветительные. В настоящее время ведутся работы по отделке и инженерным коммуникациям восточной трибуны, КПП, здания КАС. Приступили к благоустройству. Завершаем инженерные сети, вода, канализация. На содержание такого игрового поля в месяц нужно как минимум полмиллиона рублей. Сейчас благодаря различным удобрениям достигается максимальная плотность травы. А погодные условия позволяют травинкам достигать высоты в 6 сантиметров. До середины ноября запланировано еще три стрижки. И на зиму в спячку отправят 4-сантиметровую траву. Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности луговодства Леонид Поконинов связал свою жизнь с футболом в 90-е годы. В родной Калмыкии готовил поля для тренировок и игр Элистинского Уралана. Затем перебрался в Минеральные воды работать на стадионе клуба Машук КМВ. В то время на нем играл еще и Терек. Сейчас готовят траву на трех тренировочных площадках к чемпионату мира. Помимо Таганрога две в Железноводске. Одна в поселке Капельница. Уже интересно сборной из Центральной Америки. Кстати, сейчас Капельница, и вот в воскресенье приезжают представители сборной Панамы рассматривают. На предмет базирования могут. И я даже прям как бы внутренне рад. Если возьмутся, да, было бы очень хорошо. Надо мы и пальмы посадим, не только газонные. А мы застали в Таганроге не только первый покос травы, но еще и укладку асфальтового покрытия автостоянки. Тем временем дизайн официального мяча российского чемпионата мира уже разработан. И скоро в ноябре состоится его презентация. На чемпионате мира будут играть не красава, а будет другой мяч. Компания всем известного спортивного бренда его уже разработала. Скоро он будет представлен. После того, как предыдущие мячи известной фирмы получали свое название, которое так или иначе касалось страны организатора турнира, производитель решил взять название, которое уже использовалось ранее. Модель Телстар впервые опробовали в Мексике на чемпионате мира 70-го года. Это был тот самый классический белый мяч с черными панелями, дизайн которого символизирует мяч во всем мире. Новый Телстар 18 имеет белое основание с градиентными панелями черно-серого цвета. Дизайн напоминает оригинальный мяч Телстар и является современной интерпретацией своего родителя. Все логотипы, размещенные на мяче, выкрашены в золотистый цвет. Впервые за долгие годы фирма меняет дизайн панелей на мяче, которых всего шесть. Они соединяются между собой бесшовным способом и имеют 3D-текстуры для улучшенного управления и сцепления. Презентация пройдет в Москве в так называемом хипстерском местечке ArtPlay. Представлять мяч общественности будет Лионель Месси. Уже вовсю работает служба поддержки по бесплатному проезду. Как и во время Кубка Конфедерации, для зрителей выделят дополнительные специальные бесплатные поезда, которые будут курсировать между городами-организаторами. В дни матчей некоторые маршруты общественного транспорта в городах Мундиаля также станут бесплатными для обладателей билетов на игры мирового первенства. Вопросы по получению и реализации права на бесплатный проезд вы можете задавать по электронной почте supportsobachkotransport2018.com В ближайшее время также заработает телефонная линия поддержки. Напомню, для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи чемпионата мира и оформить паспорт болельщика. Совсем недавно в Ростове дали старт образовательной программе для кандидатов-волонтеры российского чемпионата мира. На базе Донского государственного технического университета сотни ребят повышают свою футбольную грамотность. Первые тренинги для кандидатов-волонтеры параллельно с нашим городом проходят еще и в Самаре. Мы действительно надеемся на то и уверены в том, что волонтеры, которые сегодня находятся здесь, они продемонстрируют высокий класс сервисов для гостей чемпионата мира по футболу. Сегодня в рамках обучения все предпосылки для этого существуют. Ребята заряжены, они готовы помогать, они отвечают на все вопросы быстрее, чем мы их задаем, как не этот критерий может демонстрировать тот уровень подготовки, который существует. На занятиях кандидаты в волонтеры вспоминают уникальные факты из истории футбольных мундиалей. Узнают о традициях российского футбола и особенностях волонтерского движения, городах-организаторах и стадионах мундиаля, правилах взаимодействия с клиентскими группами FIFA. Разные функции, нас будут всему обучать. Но мы как бы начинающие, мы не знаем еще, что будет, но это очень интересно. Каждый уникален, да, но с точки зрения эмоций, я думаю, что каждый будет интересен по-своему. Нельзя сказать, что какой-то будет более серый, какой-то будет более яркий. Волонтерам-участникам тренинга повезло вдвойне. Их поприветствовать пришли министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян и ректор ДГТУ Бессарион Месхи. Вы все понимаете, что все это большое количество наших гостей, оно будет базироваться в основном на городе Ростове-на-Дону. И роль городских волонтеров очень велика в этом процессе. Я могу сказать, что у нас будет проходить фестиваль болельщиков на Театральной площади. Количество единовременно пребывающих на этом фестивале 22 тысячи человек. И на протяжении одного месяца, с 14 июня по 15 июля, у нас будет проходить ежедневно 12 часов будет работать эта так называемая фан-зона. Там будут продемонстрированы, будут стоять большие экраны, будет стоять огромная сцена. Там будут продемонстрированы все 64 матча, независимо от того, где они проходят. Это говорит о том, что там будут сконцентрированы болельщики всех команд. Подготовку, то, что мы ведем сегодня наших волонтеров, мы ведем это сообща вместе. Мы знаем, куда мы идем, зачем мы их готовим. И команда, которая сегодня реагирует, реагирует сегодня так, и реакция наших молодых волонтеров, это дорогого стоит. Они знают, почему, и они мотивированы. Это очень важно. Программа обучения волонтеров рассчитана на один день, несколько часов, состоит из трех модулей. Это общий модуль, затем групповой этап, и затем финальный модуль, то есть три модуля в течение одного дня. В рамках первого модуля мы рассказываем об истории чемпионатов мира по футболу, для того, чтобы погрузить в атмосферу этого большого спортивного события. Рассказываем, в принципе, различные аспекты организации чемпионата мира по футболу, важные с точки зрения цифр, какое количество стран принимает участие, что такое FIFA, что такое комитет чемпионата мира по футболу. Вкратце говорим о том, но это продолжается во второй части, какую роль играют волонтеры в организации этого события. Здесь мы переходим ко второй части. Там мы говорим о компетенциях волонтеров, какими качествами важно обладать волонтеры для того, чтобы сделать самый крутой футбольный турнир. Что конкретно они будут делать, где они это будут делать. И рассказываем в целом о городе проведения, о местах проведения, где чемпионат мира будет проводиться. И третий завершающий модуль. Мы подводим общие итоги и уже готовимся к чемпионату мира по футболу и к функциональному тренингу, который ждет уже ближе к тому, когда начнется чемпионат. Обучение на базе ДГТУ пройдут примерно 2000 кандидатов волонтеры чемпионата мира 2018. Как кандидаты волонтеры ОНО Оргкомитет Россия 2018, так и кандидаты в городские волонтеры. Мы прощаемся с будущей тренировочной площадкой Мундиаля, таганрогским стадионом Торпедо. Надеюсь, ненадолго. А с вами, уважаемые друзья, до будущей недели. Еще увидимся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова